Не допустить экологическую катастрофу. Ни много ни мало с такой просьбой в редакцию телерадиокомпании обратились жители Нагорьевского сельского поселения Ровенского района. Поводом для письма в редакцию стала стихийная свалка в окрестностях села Еремовка, угрожающая окружающей природе. Съемочная группа «Мира Белогория» отыскала причину волнения местных жителей и даже, на наш взгляд, приблизилась к разгадке всей истории. Но, увы, камера не самосвал. Факт съемки сам по себе свалку не ликвидирует. Подробности в сюжете. Летающие по полю обрывки мусора – признак того, что мы на верном пути к объекту нашего поиска. На ближайшем склоне – свалка строительных и бытовых отходов. С первого взгляда видно – везут сюда много и часто. Всего в километре от неблагополучного места села Еремовка. Его жители о свалке рассуждают охотно. Там взвозят из деревни все. Это уже давно. Ну да, три, может быть, больше. Там все. Тут дрова, тут мусор разный, там бутылки. Выходит, вот уже года три, как такое соседство селянам не по душе. Вздыхают, сетуют, жалуются на камеру в обезличенной форме. Нагадили, намусорили, навывозили. В противоположной стороне от первой свалки мы обнаружили еще одну. В размерах с первой она, конечно, не сравнится. Но место под солнцем тоже заняла явно не свое. Как сделать округу чище, жители Еремовки тоже охотно рассуждают на камеру. Свалку надо организовывать. Надо, чтобы она была, говорят, санкционированная. И огораживать. Сбор нужен. Хотя бы раз в неделю транспорт проезжал, прицепка или что-то такое. В определенное время должны люди знать. И я не против. Как победить мусор, стремительно захватывающие подступы к Еремовке знают и местные власти. Способ первый, молодейственный, закопать и запретить. Захороним, чтобы запретили туда мусор. Мы делали очистку, планировку везде. Следов планировки на злополучной свалке мы не обнаружили. Мусор лежит давно. Чтобы от него избавиться, необходимо участие жителей, говорят в администрации поселения. И рассказывают про способ второй, цивилизованный. Мы один раз обход делали осенью на предмет централизованного убора мусора, уборки мусора. Солосилось из 300 дворов на территории поселения около трех десятков. Вот и выходит, что в Еремовке на одного цивилизованного жителя приходится 9 не слишком разборчивых, которых еще убедить надо собирать мусор, как полагается. После праздника, потому что сейчас времени нет, мы этот вопрос будем решать. Я думаю, мы все-таки людей говорим, чтобы централизованно мы в них собирали мусор. Лишь бы после одного праздника не дошло дело до следующего. Опять ведь времени не будет. А у природы уж точно нет времени ждать. Даже в таких условиях она пытается расцветать весенними красками. И в ожидании внимания к себе проливает слезы ручьем родниковой воды, стекающей по склону всего в нескольких метрах от залежей мусора. Наталья Вайтенко, Александр Кветко, Новости мира Белогория.